Ежегодно государством из программы развития сельского хозяйства республики выделяются средства на поддержку районных машино-технологических станций. В этом году на эти цели было потрачено более 10 миллионов рублей. В основном сюда входит приобретение новых запчастей, аккумуляторов, шин и других необходимых инструментов для полноценной работы МТС. Это в основном орудия, плуги, отвалы, лемехи, покрышки, аккумуляторы. То, что первое необходимое, техника здесь не предусмотрена, технику мы покупать МТС пока не имеем возможности. И поэтому то, что есть, надо поддерживать, и они пока способны обеспечивать тот фронт работы, который необходим. Сейчас то, чего не хватает, конечно, много, это все сейчас мы охватить не сможем, но в основном это лемеха, болты, расходные материалы для пахотных плугов в основном. И сельскохозяйственные шины на трактора. Запчасти и инструменты сегодня выдали руководителям всех семи районных машино-технологических станций. По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, Минсельхоз по мере возможности оказывает всяческую поддержку районам МТС. Он также отметил, что с каждым годом увеличивается спрос на их работу. А это значит, что запчастей нужно больше. Видимо, это сказывается, что в этом году два раза больше проведены на это время, чем в прошлом году, и вспашка, и посев кукурузы, хотя были немного засуха, но тем не менее, или люди больше к этому, так вот более серьезно относятся к производству кукурузы, нашей традиционной культуры. Но вот по цифрам из районов, что мы получаем, и в самом деле в два раза больше уже около 500 с лишним гектаров уже посеяно, если было в 200 с чем-то гектаров в прошлом году. И поэтому нам необходимо оказывать такую помощь нашим технологическим станциям, машино-технологическим станциям. Это позволит сдерживать какие-то цены государственные. Цена за вспашку в начале года была утверждена Минсельхозом в размере 5000 рублей за гектар. Это было связано с уменьшением цены на дистопливо. Сегодня же цены на ГСМ вновь возросли. В связи с этим оплата за вспашку изменится. К сожалению, цена на дистопливо растет уже на 10-15%, и нам необходимо будет пересмотреть небольшое увеличение. Но в любом случае это в два раза меньше, чем ту же работу делают частные трактора, там частные предприниматели. И поэтому мы должны вот такую помощь оказывать, чтобы каким-то образом сдерживать эти цены. Запросы на необходимые запчасти для машино-технологических станций формируются руководителями МТС. Гугуца Вардания, Астамур Гошба, Абхазское телевидение.